Массима Пильючча. Как быть стойком? Озвучено каналом Financial God Главный вопрос любой известной нам культуры – светской, религиозной или этнической – как жить? Как справляться с трудностями и неудачами? Как правил придерживаться в обществе и как относиться к другим людям? И, наконец, как подготовиться к последнему испытанию – моменту смерти? Для решения этих вопросов люди создали многочисленные религии и философии, которые дают не менее многочисленные ответы – от мистических до гиперрациональных. К процессу подключили даже науку. Вспомним обилие написанных специалистами статей и книг о том, что такое счастье и как стать счастливым. Иллюстрациями для таких работ часто служат результаты сканирования головного мозга, которые показывают, как какое-то действие или решение может увеличивать или уменьшать нашу удовлетворенность жизнью. Инструменты для поиска ответов на экзистенциальные вопросы тоже весьма разнообразны – от священных текстов до глубокой медитации, от философских диспутов до научных экспериментов. Вырисовывается поистине поразительная картина, которая отражает и человеческую креативность, и то огромное значение, которое мы придаем поискам смысла жизни и верных целей в ней. Вы можете искать себе руководство к действию в идеях иудейско-христианско-исламских религий, среди множества школ буддизма или же встать на путь деосизма или конфуцианства – выбор велик. Если предпочитаете религии и философию, то можно обратиться к экзистенциализму, светскому гуманизму, секулярному буддизму, этической культуре и так далее. В конце концов, вы можете прийти к заключению, что ответов на главные вопросы нет вовсе, стало быть, поиск их бессмыслен, и пополнить ряды приверженцев счастливого направления в нигилизме – да, есть и такое. Ну а я стал стойком. Это не означает, что я превратился в кремень, чуждый каких-либо эмоций. Как бы я не любил мистера Спока, в образе которого создатель «Звездного пути» Джин Роденберя воплотил весьма наивное понимание стойцизма. Эта безэмоциональность представляет собой самый распространенный и самый ошибочный стереотип о стойцизме. Но в действительности стойцизм – это не подавление или сокрытие эмоций, а их осознание, размышление об их причинах и умение направлять их себе на благо. Это понимание того, что находится под нашим контролем, а что – нет. Следует сосредоточить усилия на первом, вместо того, чтобы напрасно тратить их на второе. Стойк стремится к добродетели, совершенству и живет по принципу – делать все настолько хорошо, насколько это возможно, он осознает моральный аспект всех своих действий. Я объясню в этой книге, что быть стойком – значит использовать динамичную комбинацию размышлений над теоретическими концепциями, читать вдохновляющие тексты и практиковать медитации, осознанности и другие духовные упражнения. Один из главных принципов стойцизма состоит в умении различать вещи, которыми мы можем управлять и которыми нет. Это разделение, а оно существует и в некоторых буддийских доктринах, часто воспринимают как причину якобы присущего стойкам стремления уклониться от социальной активности, от участия в общественной жизни. Между тем пристальный взгляд на сочинение стоических философов и, что еще важнее, на жизнь известных стойков опровергает это ошибочное представление – стоицизм проповедует социальную активность, любовь ко всему человечеству и природе. Это кажущееся противоречие между социальным аспектом стоицизма и советом сосредоточиться на собственных мыслях и привлекло в свое время мое внимание к этой философии. Я пришел к стоицизму не по пути в Дамаск, но благодаря стечению культурных обстоятельств, превратности жизни и обдуманного философского выбора. Сегодня, оглядываясь назад, я думаю, что в любом случае, рано или поздно, пришел бы к стоицизму. Я вырос в Риме и с тех пор, как в средней школе познакомился с античной историей и философией, рассматривал стоицизм как часть своего культурного наследия, хотя решил сделать его принципы частью своей повседневной жизни лишь недавно. По профессии я ученый и философ, поэтому всегда искал наиболее целостные системы понимания мира через науку и способы лучше прожить свою жизнь через философию. Несколько лет назад я написал книгу «Ответы по Аристотелю», как наука и философия могут привести к более осмысленной жизни. Answers for Aristotle. «How science and philosophy can lead us to a more meaningful life», где исследовал основы того, что называю научно-философским подходом к жизни. Суть этого подхода – совместить древнюю идею этики добродетелей, по которой смысл жизни состоит в развитии личности и стремлении к самосовершенствованию, и учении современных естественных и социальных наук о человеческой природе. О том, как мы работаем, терпим неудачи и учимся, в том числе и на собственных ошибках. Но оказалось, что этот подход стал лишь началом моего пути к философскому самосознанию. В тот период в моей жизни случилось нечто, заставившее меня остановиться и задуматься. Надо сказать, я никогда не был религиозным человеком. В старших классах школы я прочитал знаменитое эссе Бертрана Рассела «Почему я не христианин?» в «I am not a Christian», но были и другие причины, из-за которых еще в подростковом возрасте я отказался от католицизма и сам искал ответы на многочисленные вопросы о морали и смысле жизни. Кстати, все больше людей в Соединенных Штатах и по всему миру идут тем же путем. Я всецело поддерживаю идею о том, что атеизм – такой же приемлемый выбор в жизни, как и принадлежность к любой из религий. Также я твердый сторонник конституционного разделения церкви и государства в Соединенных Штатах и в других странах мира. Тем не менее, нетерпимость так называемых новых атеистов, вроде Ричарда Докинза или Сэма Харриса, разочаровывает и даже раздражает меня. Хотя публичная критика религии, да и вообще любой идеи, является главным признаком здорового демократического общества, люди не любят, когда их чувства оскорбляют. В этом отношении мое мнение полностью совпадает с цитатой стоического философа Эпиктета, который в свое время с характерным для него чувством юмора написал. И вот здесь есть опасность, как бы он сначала не сказал, а какое тебе дело, милейший? Кто ты мне? А затем, если и дальше не оставишь его в покое, не надавал тебе тумаков. Когда-то и сам я ревностно занимался этим делом, пока не попал в такое положение. Разумеется, если вы хотите следовать нерелигиозному подходу к жизни, есть и альтернативы новому атеизму, например, секулярный, светский, буддизм и гуманизм. Два этих пути обычно привлекают людей, которые ищут осмысленного существования вне церковного влияния. Однако меня этот выбор не прельстил, хотя и по совершенно противоположным причинам. Доминирующие в настоящее время формы буддизма я нахожу слишком мистическими, а их тексты – туманными и трудными для понимания. Особенно в свете современных научных открытий о мире и человеческой природе, которые, впрочем, благодаря нейробиологическим исследованиям, убедительно доказывают пользу медитации. «Светский гуманизм, которым я увлекался много лет, страдает от противоположной проблемы, он слишком зависит от науки и собственной рациональности. В результате, несмотря на все усилия его сторонников, он воспринимается как нечто холодное и бездушное, это не тот предмет, о котором вы хотели бы поговорить со своим детьми в воскресное утро». Собственно, в том и заключается причина того, почему у организаций, проповедующих философию светского гуманизма, так мало последователей. В стоицизме же я нашел рациональную, дружественную к науке философию, включающую в себя метафизику с духовным измерением и имманентно открытую для любых ревизий. Но самое главное – эту философию можно с успехом применять в реальной жизни. Стойки жили по принципу универсальной причинности. Все в мире случается не просто так, и процессы во Вселенной идут по естественным законам. Они верили не в трансцендентные чудеса, а в то, что мир устроен согласно Логосу. Это может быть интерпретировано как универсальный разум. Бог и даже так называемый Бог Эйнштейна, суть которого в том простом и несомненном факте, что природа познаваема через причину. Главный плюс стоицизма – это однозначно его практичность, хотя и другие отличительные особенности стоической системы не менее важны. Стоицизм родился и всегда воспринимался как форма поиска пути к счастливой и осмысленной жизни. Большая часть ранних сочинений этого учения была утеряна. Почти все фундаментальные тексты относятся к периоду поздней римской стой, так называлась стоическая школа. И все они представляют собой образец ясного мышления. Эпиктет, Синека, Музони Руф и Марк Аврелий говорят с нами на простом языке, который так не похож на загадочные буддийские тексты и витиеватые иносказания раннего христианства. Одна из моих любимых цитат того же Эпиктета весьма наглядно иллюстрирует эту земную практичность. Смерть – неизбежная необходимость. Я имею в виду, куда мне убежать от смерти. Отношение к смерти – одна из главных причин того, почему я обратился к стоицизму. Эта философия предельно прямо и честно говорит о неизбежности окончания жизни и о том, как к нему следует подготовиться. Недавно мне исполнилось лет, целых полвека, и это заставило меня глубоко задуматься над вопросами, кто я и что делаю. Как нерелигиозный человек, я захотел найти и некое руководство, которое помогло бы мне подготовиться к неминуемой смерти. Надо сказать, что благодаря достижениям современной науки и медицины продолжительность нашей жизни постепенно увеличивается. С годами все больше людей будут задаваться вопросом, что же им делать со своим существованием на протяжении тех несколько десятилетий, что у них останутся после выхода на пенсию. Но как бы мы ни распорядились смыслом нашей продленной жизни, мы должны подготовить и себя, и своих близких к тому, что наше сознание будет неизбежно угасать, как и наше уникальное присутствие в этом мире. Знание того, как умереть достойно, позволит нам не только достичь необходимого душевного и умственного спокойствия, но и подарить его тем, кто нас переживет. Известно, что стойки посвятили немало сочинений тому, что Синека называл главной проверкой человеческой личности и ее жизни. «Каждый день мы умираем», — написал он в письме Гайлу Цилию. Синека напрямую связывал конечные испытания со всем предшествующим земным существованием. Человек, не знающий, как достойно умереть, не сумеет и достойно жить. Жизнь для стойков — текущий проект, и в его логическом, естественном завершении смерти нет ничего особенного. Ничего. Что могло бы вызывать страх? Эта точка зрения сразу же стала мне близка, ведь она позволила гармонично примирить два противоположных и одинаково неудовлетворительных, на мой взгляд, подхода, которые предлагает современный мир. С одной стороны, в отношении стойков к смерти отсутствует фантазия о бессмертии, верить в которое нет ни научных, ни разумных оснований. С другой стороны, нет и секулярного пренебрежения, или, что еще хуже, избегания мыслей о будущей смерти и исчезновении своей личности. Спасибо всем, кто дослушал до конца. Книга озвучена каналом Financial God. Если понравилось, не забудь оценить и подписаться на канал. Полную версию этой книги можно приобрести по ссылке в описании. Продолжение следует...